Добрый день, меня зовут Сергей. Если вы смотрите это видео, значит вы либо проходите обучение по системе PAD, либо собираетесь обучаться по системе PAD, либо возможно уже прошли некое обучение, допустим уровень Open Water Diver. Может быть вы инструктор, вам просто интересно это видео. А настоящее видео построено будет больше как комментарии к планировщику любительских погружений от PAD. Соответственно у многих возникают проблемы при использовании планировщика. И я хотел бы разобрать основные проблемы, основные ошибки, может быть что-то объяснить и сделать вашу жизнь легче и проще. Что же представляет из себя планировщик любительских погружений? Фактически это специальная таблица. Точнее три таблицы, расположенные обычно с двух сторон на одной карточке. Если мы посмотрим на экран, то перед вами представлены две таблицы и внизу мы видим часть третьей таблицы. Таблица 1 представляет из себя показания глубин. Это верхняя строка. В данном случае таблица представлена в метрической системе. Есть также в эмпирической системе таблица в футах. Но данная таблица метрическая, так как в России пользуются метрической системой. В верхней части представлены метры. Слева по вертикали представлены условные группы по азоту от A до Z. К ним мы вернемся позже. В середине таблицы представлено время. Фактически это время пребывания под водой на определенной глубине. Что еще интересного в этой таблице имеется. Начальное показание 10 метров. Все погружения, напомню, до 10 метров считаются погружениями на 10 метров. В данном случае, если мы увидим вот здесь вот со звездочкой, у нас уточнение идет. Что 10 метров на самом деле 10,5 метров, но округленно до 10 метров. Это, пожалуй, единственное округление, которое допускается в меньшую сторону. В большинстве случаев все округления идут в большую сторону и с запасом. Расчет глубин начинается от 10 метров и заканчивается 40 метрами. Значение 42 представлено только как крайнее значение, чтобы иметь возможность каких-то расчетов. Но в данном случае дайверов в категории Open Water Diver интересует от 10 до 18 метров. Если у вас уровень А20 Open Water Diver, то до 30 метров. И только с сертификатом Deep Diver вы можете погружаться до 40 метров. Что же представляет из себя таблица 1? Таблица 1 представляет из себя простую таблицу. Допустим, вы планируете одно единственное погружение в день. На 10 метров продолжительностью 68 минут. Находим в верхней части таблицы 10 метров. Опускаемся вниз и ищем наше время. Так как нашего времени здесь нет, берем следующее время. Допустим, в данном случае будет 70 минут. То есть, на 10 метров погружения продолжительностью 70 минут мы получаем группу по азоту M. Она нам пригодится для дальнейших каких-то расчетов. Но в данном случае нас интересует только это. Давайте с вами отметим, в данном случае наше погружение. 10 метров на 70 минут. Обведем с вами значение 70. Обведем букву M, которая нам понадобится для дальнейших расчетов, возможно. И нам еще необходимо всегда обращать внимание на число в черном квадратике. Это число находится внизу. Это так называемый бездекомпрессионный предел, выраженный в минутах. Иными словами, это максимально допустимое количество времени, которое мы можем провести на заданной глубине. Если взять, к примеру, другую глубину, допустим, 20 метров, то при погружении на 20 метров бездекомпрессионный предел составляет 45 минут. То есть, не более 45 минут мы можем находиться на глубине 20 метров. Если возьмем глубину 30 метров, то бездекомпрессионный предел уже будет равен 20. То есть, на 30 метрах, для того, чтобы не выйти из бездекомпрессионных погружений, мы должны пробыть под водой не более 20 минут. Но это критическое последнее значение. В данном случае, если мы погружаемся на 30 метров, мы должны брать меньшую глубину. Вернемся к нашим расчетам. Если нас интересует одно единственное погружение 10 метров на 70 минут и больше ничего нам не нужно, на этом мы можем закончить. Но в большинстве случаев у нас бывают повторные погружения. Теперь немного теории. В данном случае, буква М, это условная группа по азоту, соответствует некоему количеству азота, растворившегося в тканях организма. Если мы с вами посмотрим на строку с буквой М, то мы увидим о том, что у нас в нашей строке имеется вот здесь внизу последнее самое значение. 5 часов 15 минут. Что оно нам дает? Данное значение, это уже таблица 2 поверхностные интервалы, данное значение обозначает о том, что через 5 часов 15 минут теоретическое значение уровня азота в нашем организме опустится до нормального уровня. То есть произойдет полное рассыщение тканей организма. Но 5 часов 15 минут между погружениями обычно никто не ждет, поэтому обычные интервалы у нас, если повторное погружение, составляют меньше. Давайте с вами спланируем некую ситуацию, когда у нас на поверхности мы проводим 30 минут. Мы должны найти в этой строке значение 30 между двумя значениями, минимальным и максимальным. Если с вами посмотрим, то значение 30 находится вот в этой клетке между 26 и 32. Значение 30 приходится ровно сюда. Что дает нам это число? Данное число нам дает информацию о том, какой уровень азота останется в нашем организме спустя 30 минут. Другими словами, применительно к этой таблице, в какую группу по азоту перейдет наш организм спустя 30 минут на поверхности. В данном случае мы видим, что это будет буква H. Сами того не замечая, мы решили с вами простейшую задачу, скажем так, практически самую элементарную из всех расчетов. То есть мы с вами определили время при погружении на 10 метров, группу по азоту после этого погружения. Мы определили с вами, что после поверхностного интервала в 30 минут, то есть после нахождения на поверхности 30 минут, наш организм перейдет в условную группу по азоту H. И мы с вами определили о том, что бездекомпрессионный предел на 10 метрах составляет 219 минут. Полное время рассыщения, в данном случае после нашего погружения, будет 5 часов 15 минут. Мы получили, что мы находимся в группе H. Фактически мы с вами перешли ко второй таблице и изучили ее. Что же представляет из себя таблица 2? Таблица 2 представляет из себя значение поверхностных интервалов. Для чего она необходима? Она необходима для решения двух задач. Первое, это в какую группу по азоту перейдет наш организм спустя определенное время, заранее известное. Второе, для чего нам необходима таблица 2, это для того, чтобы рассчитать, какой минимальный поверхностный интервал нам необходимо выдержать, для совершения следующего необходимого нам погружения. Допустим, у нас с вами первое погружение будет на 20 метров 20 минут. Соответственно, мы можем определить, что группа по азоту после первого погружения у нас будет G. Давайте с вами снова перейдем в таблицу 2, чтобы определить поверхностный интервал. Вот у меня здесь заранее уже подготовлено. Предположим о том, что мы были 30 минут на поверхности, после погружения на 20 метров 20 минут и проведенных 30 минут на поверхности, мы с вами определим, что группа по азоту у нас будет D. Дальше мы с вами, имея значение группы по азоту после первого погружения, можем перейти к расчету следующего погружения. Для того, чтобы не запутаться и для того, чтобы правильно производить все расчеты, обычно рекомендуется заполнять профиль погружений. Он есть в каждом логбуке, выглядит, может быть, немного иначе, но в данном случае для удобства для наших задач данное представление профиля будет наиболее актуальным, наиболее удобным. Напомним наши данные. Актуальная глубина 20 метров. Время, проведенное на этой глубине у нас составляет 20 минут. Соответственно, мы с вами определили, что на 20 метрах 20 минут группа по азоту у нас будет G. Соответственно, у нас с вами был заранее известен поверхностный интервал. Вот здесь указывается поверхностный интервал. 30 минут. И спустя 30 минут на поверхности мы с вами тоже определили следующую группу по азоту. Спустя 30 минут на поверхности это группа D. Тоже укажем ее здесь. D. Как видите, мы довольно-таки много значений уже с вами описали. То есть, это первоначальная глубина 20 метров. Время первого погружения 20 минут. Группа по азоту после первого погружения. Если мы обратимся к нашей табличке 1, то 20 метров в 20 минут группа по азоту G. Ничего здесь сложного нет. 20 метров в 20 минут группа по азоту G. Мы знаем поверхностный интервал наш 30 минут. И спустя 30 минут мы знаем группу по азоту после 30 минут нахождения на поверхности. После поверхностного интервала это группа D. Как видите, мы уже большую часть значений на этой табличке заполнили. Что мы можем сделать дальше? Дальше мы можем сделать следующее погружение. Допустим, следующее погружение мы будем планировать на 16 метров. Самое глубокое погружение должно быть самым первым. Если мы планируем следующее погружение на 16 метров, то мы с вами должны переходить для повторных погружений сразу к таблице 3. Таблица 3 представляет из себя в данном случае таблицу, также в левой части которой представлены глубины, в верхней части представлены группы по азоту. И мы по этой таблице можем планировать какое-то наше последующее погружение. В данном случае после первого погружения у нас была группа по азоту D. Мы никуда из нее не ушли и не можем уйти, потому что время на поверхности 30 минут нас привело именно в эту группу. Соответственно, в этой группе, в группе D, мы совершаем погружение на 16 метров. Сейчас мы с вами его обведем для удобства. В данном случае на пересечении 16 метров и группы D мы видим с вами два числа. Верхнее число, в данном случае 19, представляет из себя время по остаточному азоту. РНТ обозначается, рассчитывается в минутах. Нижнее число представляет из себя поправленный бездекомпрессионный предел. Что же такое поправленный бездекомпрессионный предел? Мы с вами помним о том, что уровень азота у нас повысился. Вернемся к таблице 1. Если мы с вами представим, что это у нас было бы первое погружение на 16 метров, то мы видим, что 16 метров в нижней части у нас указан бездекомпрессионный предел. То есть это просто бездекомпрессионный предел для первого погружения. Он равен 72 минуты. Если мы вернемся к таблице 3, к нашему реальному случаю, когда мы погружаемся повторно, то у нас есть остаточное время по азоту, или время по остаточному азоту, 19 минут. На глубине 16 метров мы могли бы находиться 72 минуты. Но так как у нас есть 19 минут так называемого штрафного времени, или времени по остаточному азоту, то у нас уже бездекомпрессионный предел будет меньше на этой глубине за счет того азота, который остался после первого погружения. Соответственно, вот это нижнее число, оно представляет из себя поправленный бездекомпрессионный предел. Как оно получается? Оно получается очень просто. Мы берем бездекомпрессионный предел на глубину нашего погружения, предполагаемого, 16 метров, то есть 72 минуты. Отнимаем от 72 минут время по остаточному азоту, 19 минут. И мы с вами как раз и получим то самое число, 53 минуты. Вот 53 минуты, это поправленный бездекомпрессионный предел, это фактически тот же самый предел, как и в первом случае, в первом погружении. В первом погружении у нас на 20 метров он был 45 минут. То есть это такой же предел, только уже для случая повторного погружения в соответствующей группе, с соответствующей глубиной. Если мы сложим эти два числа, 19 плюс 53, то мы получим обратно наш бездекомпрессионный предел. Соответственно, если мы погружаемся на 16 метров, то получим бездекомпрессионный предел именно для нашей глубины 16 метров. Если другая глубина будет, то необходимо проводить другие расчеты. Что мы из этого видим? Максимальное время не должно превышать поправленный бездекомпрессионный предел. То есть 53 минуты, это максимум, что мы можем провести на дне в рамках второго погружения. Соответственно, превышать это значение, опять же, как и число в черных квадратах, то есть обычный бездекомпрессионный предел, превышать его нельзя, поэтому максимум 53 минуты, но в данном случае 40 минут было бы достаточно. То есть по таблице 3 мы видим о том, что на 16 метров мы вполне можем погрузиться на 40 минут. Это будет в рамках бездекомпрессионных погружений. То есть это, скажем так, прямая задача. Мы с вами прошли от первого погружения, напомню, 20 метров на 20 минут. Определили, что группа G у нас после первого погружения. Определили о том, что 30 минут проведем на поверхности. Определили о том, что у нас из группы G мы перейдем в группу D. Соответственно, рассчитали второе погружение, о том, что в группе D у нас второе погружение, предположительно, на 16 метров. И мы с вами решили о том, что оно у нас будет на 40 минут. Заполним наш профиль дальше. В данном случае у нас G, 30 минут, группа D. Следующее у нас погружение будет на 16 метров. И мы с вами решили о том, что мы проведем там 40 минут. Казалось бы, практически все мы заполнили. Если дальше погружаться мы не планируем, то этого нам достаточно. Два погружения и все. Если мы планируем погружаться дальше, или хотим знать, через какое время наш организм рассытится до нормального уровня, до минимального уровня азота, то нам необходимо знать еще одно число. То есть, это вот это число. Это будет группа по азоту после двух погружений. Если мы планируем дальше третье погружение, или четвертое погружение, то эта группа фактически нам нужна так же, как в предыдущем варианте. Но если в самом первом погружении 20-20 мы сразу видели, что это группа G, 20-20 G, то здесь нам необходимо проделать небольшие манипуляции, чтобы рассчитать. Что необходимо проделать? У нас есть bottom time, то есть, реальное время на дне, во время второго погружения 40 минут. И у нас есть табличка, которой мы пользовались. Вернемся к ней. В этой табличке было два значения, 19 и 53. Запишем их. Они нам сейчас понадобятся для расчетов. Запишем здесь 19. И 53. Можно для сверки проверить, о том, что 19 плюс 53, это будет 72. Мы должны были получить бездекомпрессионный предел на глубине 16 метров. проверим. Проверим. 16 метров 72 минуты. Мы не ошиблись, правильно переписали число. Дальше. Что нам необходимо сделать? 19 и 53. 19, напомню о том, что это время по остаточному азоту, так называемое штрафное время. 53, это поправленный бездекомпрессионный предел. Теперь нам нужно посчитать общее время на дне. Общее время на дне, соответственно, это некая сумма времени, реально проведенная на дне после второго погружения, плюс остаток азота от предыдущего погружения, выраженное в в минутах. Соответственно, в данном случае погружения 40 минут. Время мы знаем 40. Что же сюда необходимо прибавить? Основная ошибка всех, кто начинает пользоваться планировщиком любительских погружений, очень большая ошибка, о том, что они прибавляют не то число. То есть, прибавляют 53, прибавляют 72, еще что-то, забывают вообще прибавить. Для таких целей есть фраза, которая много где упоминается. Это red, то есть, как бы дословно переводится как крыса. Если мы вот здесь с вами с правой части посмотрим, то у нас в правой части как раз приведен данный вариант заполнения. То есть, RNT это время по остаточному азоту и ABT это Actual Boot Time Bottom Time то есть, это вот наши 40 минут и нам необходимо посчитать Total Bottom Time. Соответственно, просто переписываем эти значения. Что переписываем? Вот это переписываем сюда. Из этих двух люди всегда путаются. если вы посмотрите на табличку не надо запоминать на голубом фоне на белом фоне просто посмотрите на табличку и в этой табличке в самом конце ее вот здесь всегда есть подсказка о том, что представляет из себя верхнее число что представляет из себя нижнее число в нашем случае не очень удобный вариант потому что у нас РДП попался на немецком языке но вы будете пользоваться русской версией планировщика вот здесь вверху дословно написано о том, что на белом фоне указано время по остаточному азоту РНТ в минутах оно должно прибавляться к действительному времени на дне Actual Boot Time возвращаемся к нашему примеру вот оно верхнее число вот он Actual Bottom Time соответственно мы определились о том, что прибавлять нужно вот это число нам необходимо получить полное время на дне общее время на дне соответственно мы с вами заполняем эту нехитрую табличку 40 плюс штрафное время или время по остаточному азоту кто его как называет 19 получаем общее время на дне это будет 59 минут соответственно сверяемся 59 минут у нас ну никак не должно превышать бездекомпрессионного предела в данном случае 72 минуты актуал ботом тайм то есть действительно время на дне не должно превышать поправленного бездекомпрессионного предела в данном случае 53 минуты мы с вами изначально планировали погружение так чтобы сделать здесь запас некий что мы с вами получили мы получили тотал ботом тайм фактически если сравнить в данном случае тотал ботом тайм это не что иное как вот эта часть после первого погружения мы с вами пришли вот к этой цифре к времени на дне для того чтобы определить группу по азоту напомню что мы ищем вот эту группу по азоту после серии из двух погружений что нам необходимо сделать у нас есть тотал ботом тайм мы идем с вами в планировщик любительских погружений так как погружение у нас было на 16 метров а первым мы уже забыли все нету его не существует погружение было на 16 метров мы считаем что у нас тотал ботом тайм 59 минут заходим в нашу табличку 16 метров ищем значение времени 59 минут 56 60 59 нету берем следующее следующее берем 60 то есть если вот здесь мы с вами посмотрим то вот группа по азоту t получается что это означает это означает наше искомое число то есть группа по азоту в данном случае будет t мы с вами заполнили полностью эту табличку напомню напомню о том что у нас изначально было 20 метров на 20 минут после первого погружения группа по азоту g поверхностный интервал 30 минут после поверхностного интервала группа по азоту стала d после этого мы планируем второе погружение на 16 метров 40 минут после повторного погружения группа по азоту у нас будет т что мы еще можем увидеть группа по азоту т если самый конец посмотрим то здесь будет время 5 часов 42 минуты вот через 5 часов 42 минуты после нахождения на поверхности наш организм должен рассытиться полностью мы с вами решили задачу целиком и полностью относительно расчета прямого что бывает еще если у нас будет одно какое-то неизвестное это не проблема мы с вами допустим можем сделать задачку следующим образом о том что это еще один тип задач к чему сводится задача сейчас поставим неизвестные тут у нас тоже будет неизвестное это мы тоже с вами не знаем это мы тоже с вами не знаем в данном случае мы эти числа тоже зачистим что мы имеем классический вариант задачи когда мы знаем о том что у нас должно быть первое погружение мы знаем его глубину знаем его время знаем что у нас должно быть второе погружение знаем его глубину знаем его время и нам необходимо определить какой минимальный поверхностный интервал мы должны провести на поверхности чтобы совершить два подобных погружение изменим немного условия нашей задачи глубина у нас будет на этот раз 17 метров время на дне у нас будет 47 минут второе погружение у нас будет на 15 метров и на 60 минут что из этого мы решаем решаем опять же по порядку слева направо что можем уточнить 17 метров 47 минут возвращаемся к нашей таблице планировщика уберем ненужные нам значения чтобы не мешало итак 17 метров смотрим верхней части 17 метров нет есть только 18 метров поэтому берем следующее значение 18 метров 47 минут 47 минут 18 метров 18 метров опускаемся опускаемся вниз пока не найдем 47 минут опускаемся опускаемся 46 48 мы видим значение 48 берем следующее значение если нашего нету 47 берем 48 соответственно находим группу группа по азоту у нас будет после этого погружения с идем сюда и легко определили о том что группа по азоту будет с теперь что нам нужно следующее у нас есть 15 метров 60 минут каким образом производится этот расчет по первой таблице мы ничего не можем сделать потому что у нас уже есть будет у нас уже некий уровень азота то есть у нас уже будет некая группа поэтому что мы делаем здесь нам приходит на помощь таблица 3 и вот это число на голубом фоне которое здесь написано это поправленный бездекомпрессионный предел вот именно на него мы и будем ориентироваться в нашем случае 15 метров 60 минут что мы имеем группы по азоту мы не знаем не знаем из этой таблицы мы знаем только глубину ищем 15 метров нет берем следующую 16 метров берем глубину 16 метров и двигаемся в поисках поправленного бездекомпрессионного предела то есть максимума некого который мы можем провести на дне в поисках наших 60 минут движемся вперед и ищем о том что у нас 55, 59, 65 минут в данном случае мы видим о том что предел предел на 16 метрах у нас будет 65 минут что нам необходимо далее далее зная предел 65 минут мы определяем группу по азоту это будет группа А а из предыдущей задачи предел у нас была группа С ищем пересечение группы С с нашей группой А здесь две таблицы на одном листе это скажем так весьма удобно ну переворачивать таблицу тоже ничего сложного в данном случае мы видим о том что на пересечении имеется два числа то есть это поверхностный интервал от двух часов тридцати девяти минут до пяти часов тридцати девяти минут нам необходим минимальный поверхностный интервал поэтому берем в расчет верхнее число два часа тридцать девять минут возвращаемся к нашей задачи 0 2 тридцать девять то есть это минимальный поверхностный интервал который нам необходимо провести на поверхности два часа тридцать девять минут соответственно здесь мы с вами забыли записать у нас здесь будет группа A для контроля можем проверить предположим что у нас обычный расчет 17 метров сорок семь минут группа S два часа тридцать девять минут поверхностный интервал с ищем с два часа тридцать девять минимальный поверхностный интервал спускаемся к таблице 3 считаем что у нас погружение идет в группе A на шестнадцать метров здесь видим о том что у нас имеется время по остаточному азоту 7 и 65 это поправленный бездекомпрессионный предел переписываем эти числа 7 и 65 как мы это делали в прошлый раз 7 65 считаем сумму получается 72 смотрим нашу таблицу пятнадцать метров шестнадцать ну мы фактически вернулись к предыдущей задаче 72 как мы помним был бездекомпрессионный предел соответственно что здесь у нас есть здесь шестьдесят минут азот это здесь немного перепутали но да ладно на самом деле актуал bottom time это вот это значение а время по остаточному азоту это вот это значение то есть мы здесь пишем 7 здесь пишем 60 здесь пишем 67 то есть 67 это total bottom time то есть это общее время на дне 67 возвращаемся к нашему примеру опять используем таблицу 1 16 метров 67 мы видим что у нас группа по азоту будет В группа по азоту В как видим ничего сложного теперь давайте немного пробежимся по проблемам очень большая проблема многих кто видит цифры в этих квадратиках на белом фоне на голубом фоне всегда пытаются запомнить о том что здесь мы прибавляем к циферке на голубом фоне здесь на белом фоне это на самом деле ничего абсолютно не значит и если мы будем с вами не понимать о чем это мы понимать что мы делаем это будет очень пагубно желательно знать и уметь работать с этими таблицами без декомпрессионных погружений понимать принципы работы если вы не будете понимать принципы работы просто зазубрите наизусть как это делается то вы быстро это все забудете и на следующем курсе на том же а у в д на резкий дайвер дайв мастер много где у вас будет попадаться эти задачи они практически постоянно везде есть в любом случае даже если вы там станете инструктором вам все равно будут необходимо уметь решать эти задачи и объяснять студентам каким образом все это решается по поводу цифр опять же что мы ищем для того чтобы правильно уметь искать необходимо знать что мы ищем в конкретной ситуации давайте попробуем разобраться если мы поймем что мы ищем все станет очень простым и понятным не будем вникать сейчас для чего используются эти цифры и что они значат если вы путаетесь и постоянно забываете и не то берете или что тоже бывает просто не понимаете что и зачем для чего это надо делать надо понять и все станет на свои места первое что мы делаем это вообще забудем про цвет про значение этих цифр просто вспомним или изучим для каких целей мы это делаем используют эти цифры таблицу 3 в данном случае вот эти цифры на белом и на голубом фоне используют фактически в двух случаях первое это когда мы знаем данные последовательно то есть у нас есть данные по первому погружению мы знаем его глубину и время а как иначе ну практически всегда мы знаем первое погружение мы знаем все задачи сводятся к тому что будет после мы знаем в этой же задаче мы знаем поверхностный интервал то есть сколько мы планируем времени провести на поверхности ли сколько мы уже его провели поверхностный интервал нам тоже известно сколько времени мы проведем на воздухе сколько будем отдыхать и знаем глубину второго погружения или ну и или время этого второго погружения тут уже может варьироваться но может быть нам нужно найти Сколько времени максимум можем провести на этой глубине Но это уже небольшие вариации задач Но фактически мы уже все равно определимся в конечном итоге Со временем и с глубиной второго погружения Для чего нам нужны эти цифры? Эти цифры нам нужны будут для того, чтобы найти остаточное время по азоту Чтобы после повторного погружения определить нашу группу по азоту Что там делается? Если мы с вами посмотрим на вот эту аббревиатуру RAD То мы здесь увидим время по остаточному азоту Фактическое время на дне и общее время на дне Поэтому по общему времени на дне мы можем определить группу по азоту После этого повторного погружения И так далее мы можем рассчитывать третье, четвертое погружение Все элементарно получается Второй вариант Когда нам нужны вот эти цифры на белом и на голубом фоне Второй вариант Когда мы знаем глубину и время первого погружения Знаем глубину и время второго погружения И нам необходимо подобрать, найти минимальный поверхностный интервал между этими погружениями То есть сколько минимально на поверхности мы должны провести время Это вот эта вот таблица 3 как раз Вот минимальная из этих чисел Сколько минимально должны провести на поверхности Чтобы можно было совершить эти два погружения Оставаясь в бездекомпрессионных пределах Соответственно, когда у нас первое погружение Мы пользуемся исключительно таблицей 1 Когда мы ищем минимальный поверхностный интервал Мы идем в таблицу 2 И ищем поправленный бездекомпрессионный предел И на основании его мы уже находим время по остаточному азоту По этому поправленному бездекомпрессионному пределу Мы можем определить группу, в которой мы окажемся И, соответственно, на пересечении группы после первого погружения И на пересечении группы, в котором должно быть произведено второе погружение Мы находим минимальный поверхностный интервал Как вы думаете, что нас интересует в первом варианте? В первом варианте мы все основные параметры знаем И нам нужно узнать только сколько у нас азота в крови осталось То есть, скажем так, условную букву, вот эту вот группу по азоту Определяем свою группу по азоту после повторного погружения Зная глубину И определив поправленный бездекомпрессионный предел По времени То есть, максимально ориентируемся Соответственно, после того, как мы знаем этот поправленный бездекомпрессионный предел Мы определили группу На их пересечении мы просто находим минимальный поверхностный интервал Во втором же случае, когда мы ищем вот этот минимальный поверхностный интервал Тогда мы можем его найти исключительно отталкиваясь от поправленного бездекомпрессионного предела Потому что время по остаточному азоту нам неизвестно Этот параметр относится к первому погружению Поэтому на основе поправленного бездекомпрессионного предела Как бы других вариантов тут и нет Найти минимальный интервал на основе времени по остаточному азоту У нас никак не получится Начинать надо с того, чтобы понять, что означают цифры В черных квадратиках В черных клетках То есть, это бездекомпрессионные пределы Соответственно, в таблице 3 Это вот нижняя часть Это поправленные бездекомпрессионные пределы Бездекомпрессионные пределы Это то время, которое мы с вами можем провести под водой На заданной глубине Чтобы оставаться в рамках бездекомпрессионных погружений Вернемся к таблице 3 Вот у нас здесь поправленный бездекомпрессионный предел Что это значит поправленный? Это значит, что мы уже имеем Какое-то время под водой провели после первого погружения У нас уже какой-то уровень азота есть в крови И, возможно, мы какое-то время провели на поверхности Отдохнули Но уровень азота у нас все равно еще остался повышенный Рассыщения полного не произошло И мы планируем погружаться повторно И вот этот поправленный бездекомпрессионный предел Он как раз и учитывает то, что у нас какой-то уровень азота остался После первого раза Ну, в общем-то, вот и все Основные задачи мы с вами прорешали Спасибо большое за уделенное время Надеюсь, это вам поможет и пригодится в жизни В расчетах Спасибо!